всем привет меня зовут яна козлова и я любитель комнатных растений в моей коллекции более 50 растений за которыми я ухаживаю постоянно и они находятся у меня дома и у меня вчера появился новый зеленый друг это хоя или ховея когда подрастет будет более понятно но мне ее портали как хвою вот она в таком транспортировочном горшочки диаметр горшочка 8 сантиметров сейчас я приложу к размерной линейки 1 2 3 4 5 6 7 8 до совершенно верно 8 это растение в хорошем состоянии у нее есть признаки вот на одном листике видимо при транспортировке пострадал листик вот немножечко такой как не знаю будет видно ли на камеру сухие кончики но все остальные при выросшие до листочки в потрясающем состоянии достаточно хорошее растение я буду сегодня хвою пересаживать вот и а составила для нее грунт поскольку это пальма то грунт должен быть рыхлым воздухопроницаемым соответственно влагоемким вот что я туда добавила я купила цветочный грунт для грунт для цветов обычный добавила туда кокосовую стружку а еще перлит и вермикулит чтобы грунт был более рыхлым и воздухопроницаемым вот купила также такой же горшочек на самом деле он выглядит немножко большеватым да то есть вот но вместе с тем на треть он будет заполнен керамзитом поэтому в принципе нормально вот и тем более какое сейчас выпускает новые стрелки вот такое видите усик у нее и потом она распустит его распушит и таких вот намечается несколько штучек то есть она сейчас в принципе растет вот поэтому и видно что корешки уже вылазит из горшочка видите они уже им некуда развиваться они уже вылезли вот пересаживать мы будем перевалкой поскольку это самый щадящий такой способ я смотрю субстрат тут достаточно рыхлым сейчас посмотрим скорее всего перевалкой потому что в принципе меня все устраивает на дно горшочка то есть здесь вот сейчас покажу горшочек у нас с дренажными отверстиями вот но я бы их еще знаете немножечко прорезала потому что недостаточно на мой взгляд недостаточно знаете экспресс не радует радует ценами на не радует качества но я решила попробовать потому что потому что вот теперь здесь дырочки сейчас я покажу прорезанную более тщательно потому что влаги надо будет уходить смотря на то что такое любое растение да вот теперь дырочки эти видно на просвет вот несмотря на то что влаголюбивое растение на застое воды не терпит ни одно растение насколько я знаю и достаточно несколько раз приуглажнить и будут гнить корни поэтому мой выбор дренажные отверстия в горшке вот по поводу цен я хочу сказать что если вы только новичок и боитесь завести себя растения токое на мой взгляд самое неприхотливое растение да и я ее купила за 350 рублей вот и горшок за 100 рублей вот фикс прайсе и получается что ну да нужно потратиться на перамзит на вермикулит и что еще так вермикулит у меня был скажу вам и перлит вот и песочек по необходимости можно добавить вот но это все цена до 500-700 рублей вот такого растения вы можете попробовать себя в этом деле вот так я насыпаю керамзит на дно горшочка где-то керамзит занимает вот вот эту то есть треть треть получается горшка смотрите видите прям достаточно много вот потом я обязательно сыплю немножечко древесного угля вниз он выглядит вот такой вот как мелкий уголь вот и засыпаю на дно сейчас и перчатки одену засыпаю на дно немножечко вот этого моего субстрата вот и примеряю ну в принципе вот достаточно видите уже растение будет расти вширь и есть куда ему расти дальше немножечко приминаю горшочек вот даже ценник сохранился 340 рублей вот транспортировочный аккуратно аккуратно вытаскиваю растения вот корневая система в пригодном состоянии есть коричневые корешочки но вместе с тем я вижу что есть беленькие так что мы с ней так вот все с ними хорошо в общем то хотя вот смотрю грунт обсыпается боковой ничего страшного перемешается вот поближе поставлю с грунтом я вот использую киевские контейнеры на сейчас можно использовать и любые другие контейнеры и все что вот видите пустое пространство я сейчас до уровня вот этого оставляю где-то два сантиметра сверху засыплю вот этим грунтом можно поворачивать растение главное чтобы она была по центру размещена дает чтобы потом корневая система могла развиваться равномерно и потом будем где-то через год может быть летом посмотрим как она будет расти набирать вот эту массу свою зеленую будем уже пересаживать еще грунта надо не так уж и много можно сказать три кулачка вот равномерно распределяем и обязательно вот в первое время надо поливать очень аккуратно потому что чтобы знаете не перелить все-таки корешки еще находятся их мало и я буду прям под поливать только под корень вот не смачивая полностью весь земляной ком но потихоньку корневая система будет развиваться заполнять весь этот горшок и тогда уже месяца через два-три можно поливать полностью земляной ком а сейчас это только под корень вот желаю вам удачных пересадок и хочу вас влюбить в эти зеленые прекрасные растения потому что меня например они радуют и позволяют мне отвлечься от знаете этих путничных проблем необходимо полить прямо чуть-чуть вот у меня лечка с таким длинным носиком я поливаю чуть-чуть чуть-чуть под корень буквально 100 200 миллилитров максимум чтобы земля немножечко осела чтобы это видео посмотрела как можно больше людей ставь лайк и подписывайся на мой канал и в будущем я расскажу вам еще о каких-нибудь прекрасных потрясающих растениях как за ними ухаживать и как сделать так чтобы они были счастливыми